Всем привет! Я как-то намеревался сделать видео о Хаммердине из Евросервера и вот этот момент настал. Итак, перед нами Хаммердин, который обладает скоростью каста 125% и уроном от Святого Молота 20 тысяч. Итак, вот моя сборка. Это Heart of the Oak, Шако, собственно ручно мною сваренный амулет, естественно Spirit с 35 ФКР, броня Templar's Might, она на этом сервере лучше чем Enigma. Ботинки Альдура, кольцо Булкатоса, Арахнит Меш, еще один Булкатос и перчатки Трангула. Вот мой Торч, Small Charm, а вот Анхилус, покажу. Несколько Small Charm'ов и все остальное Комбат Скиллеры. Сейчас я вам покажу, вот у меня Enigma также есть, я обычно бегаю в ней, но все как я сейчас все оделся, я там зафаршировался, в общем я только это для видео, естественно. Ну то, что как бы, каким он может быть. Итак, продемонстрирую его в действии. Вот вы видите, 20 тысяч урона, 125 скорость каста. Ну что, полетели? Все, что имеет неосторожность шевелиться и ловит молоток, все уходит практически с одного молотка. А перед нами получается такая нагиб машина. Так, побьем. Так, что-то он не хочет телепортироваться. Я, кстати, заранее извиняюсь, я до этого проверял пинг и он оставляет его значение, оставляет желать лучшего, поэтому возможны некоторые лаги-глюки здесь. Да, вот, он телепортируется, ну ладно. Да, для толпы он вообще самое то. Да, вот такой вот нагибчик. Все, один молоток и до свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, кстати, вот один момент хочу, так сказать, на заметку. Как-то на одном сервере один игрок сказал, что счастье для хаммера не в Энигме. Поверьте, счастье как раз в ней. Ну, то есть, здесь, поскольку Templar Smite обладает лучшими свойствами, чем Энигма, то это еще даже лучше. Поскольку для паладина главное... для этого паладина главная точность. То есть, чтобы его молотки попадали. Вообще-то, на самом деле, если так разобраться, то для паладина хватает 10 тысяч урона. То есть, ну, ниже, ну, допустим, тысяч 8, если играть в пати, ну, то есть, группой, да. Ну, например, там, 4-5 человек играют. То его урон, его вклад, ну, как... в качестве вклада урон его будет не особо высоким. От 10-ти это уже хорошо. 10-ти, ну, то есть, и выше, хорошо. Ну, обычно, общий средний такой 12 тысяч. 15-ть это уже те люди, которые заморачиваются. Ну, и единственный недостаток брони этой Templars Might перед Энигмой, это то, что здесь нет восстановления жизни после каждого убийства. То есть, приходится пополняться намного чаще. С Энигмой у вас, так сказать, продолжительность жизни значительно возрастает. Все, вот мы открываем... открыли последнюю печать и ждем Диабло. Большая вероятность, что он появится по центру и молотки в него зайдут сразу же. Оп, и готов. Все. 20 тысяч урона, это, конечно, жесть. Так что, вот, имеем такого эпического персонажа, там, Повелителя Молота. Да, считай, этакий Тор Диабло. Ну, и, кстати, защита достаточно высокая, как для Хаммердина. Ну, что ж, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, это было для вас интересно. Всем удачи и всем пока.